Глава 5. Николай и Катя начали свою семейную жизнь не имея ничего. Первое время жили у родителей Коли. Отец Фёдор Николаевич любил побаловать себя спиртным. Напившись вечерами, он считал своим долгом поучить молодых уму-разуму. Каждый вечер, заставив их сидеть на диване, начинал читать им лекцию. В конце концов, это надоело, и они решили переехать к родителям Кати. Но тут началась другая проблема. Мама, будучи очень дотошной до стерильности, переживала. То зять, придя домой, забывает помыть руки, то, придя с улицы, не переоделся, и многое такое. Тёща как-то сразу не взлюбила зятя. Пришлось искать себе квартиру. Так у молодожён начались ссоры между собой. Они, как маленькие дети, стали выяснять, чьи родители лучше и кто им больше помогает. Поменяв множество квартир за полгода, пока Катя заканчивала учёбу, они пришли к общему согласию, что им лучше уехать подальше. Коля ещё до женитьбы мечтал переехать вглубь России. Так начались сборы. Предварительно Николай съездил, посмотрел место, куда можно переехать и нашёл одно, как ему показалось, хорошее местечко в глубинке Воронежской области. Туда когда-то переехали их знакомые. Катя закончила учёбу, получила диплом об образовании. Первый год, когда диплом давали сразу, без отработки. Работу теперь студенты должны были находить себе сами. Летним солнечным днём семейная пара садилась в поезд. Их пошли провожать родственники и друзья. Катина мама плакала. Кате так жалко стало маму. Ей очень захотелось остаться при виде маминых слёз. Она вспоминала, как мама в детстве всегда ласково называла её котёнком. Как она не спала с ней ночами, когда Катя болела. Но они уже сидели в поезде. Назад дороги не было. Поезд медленно тронулся. А перед глазами Кати так и осталась стоять заплаканная мама и жгучая жалость к ней. Если бы они тогда знали, что мама плакала, потому что знала, сколько горя им придётся пережить вдали от родных. Но зато сколько незаслуженной милости они увидят от любящего небесного отца. По дороге Коля восхищался красотой природы полей и лесов, пробегающих перед окнами вагона. Он так хотел, чтобы и Катя радовалась вместе с ним. Может, и Катя хотела бы наслаждаться видом. Но она не могла. Немного проехав, Катя почувствовала недомогание, которое усиливалось с каждым километром. Это было странно. Катя каждый год ездила с родителями на поезде. Она была привычна к дальней дороге и всегда хорошо переносила тряску поезда. Но сейчас её как будто укачивало. Началась тошнота. Потом открылась рвота. Не лежать, не сидеть она не могла. Когда в обед Коля открыл их сумку с продуктами и выложил курицу, колбасу, варёные яйца и другие продукты, Катю вообще стошнило. Кое-как они доехали до Волгограда. У них было больше, чем полдня, чтобы сделать пересадку на другой поезд, идущий в сторону Воронежской области. Коля хотел показать Кате красивый город Волгоград, прогуляться с ней по набережной Волги. Но ей было так плохо, что единственным её желанием было прилечь куда-нибудь, хоть даже на лавочку, лишь бы её никто не трогал и никуда не заставляли идти. Это было мучением для них обоих. Пришлось оставаться на вокзале. Катюша вся бледная, прилегла на лавочке зала ожидания. Непонимание, что с ней происходит, вселял страх. А от того, что они едут в неизвестность, где их никто не ждёт, вселял страх вдвойне. Коля периодически куда-то ходил, прогуливался. Ведь сидеть на одном месте ему, как молодому парню, было невыносимо трудно. Как-то он вернулся, держа в руках книжечку. Эти книжечки продавались на каждом шагу. И про медицину, и всякие рецепты, и сады-огороды. Книжицу, которую Коля купил, называлась «Бесплодие и как с ним бороться». Он уже стал переживать, что прошло полгода со дня свадьбы, а у них ещё никто не намечается. Сидя там, они увидели рекламу, что недалеко от вокзала проводят медицинскую компьютерную диагностику. Решили, что нужно проверить Катерину, почему ей вдруг в дороге так стало плохо. Когда они туда пришли, она легла на кушетку, ей на руки и ноги одели прищепки, такие же, как, когда снимают ЭКГ, кардиограмму сердца. У неё нашли столько заболеваний, сколько, наверное, в природе не существует. Длиннючий список ей вручили, где говорилось, что у неё и желудок гастрит, и поджелудочная, и печень, и почки, и лёгкие селезёнка, и всё сразу вышло из строя. Кроме того, дистония и нарушение сердца. И если она прямо сейчас не пойдёт по указанному адресу в платную клинику, то до утра может не дожить. Почуяв, что это всё обман чистой воды, они разочарованные вернулись на вокзал дожидаться своего поезда. На улице на свежем воздухе ей становилось немного легче, но стоило зайти в помещение, как опять начинало мутить. Так они дождались пересадочного поезда и отправились дальше, в неведомое будущее. Приехали на станцию Лиски в пять утра. Они вышли. Катю поразили старенькие деревянные домики с деревянными ставнями. И так как было ещё утро, ставни у людей были закрыты. Как-то показалось всё таким настолько убогим. На Кавказе у них было намного цивильней. Там они пересели на автобус, который ехал в город Бобров. Час езды, и они на месте, где и намеревались жить. Первое впечатление было такое, что попали в сказку. Всё утопало в зелени. Они пришли к дому одного знакомого земляка, который когда-то переехал сюда из Владикавказа. Оставили у него сумки и отправились искать себе пристанище. Удивительно, но тут Катя почувствовала себя намного лучше. Свежий воздух исцелил все её недуги. Они пришли в столовую и купили какой-то странный белый суп, в котором почему-то плавали порезанные кубиком яйца, колбаса, свежие огурцы. Когда начали кушать, он оказался холодным. Почему они дали нам холодный суп? – недоумевали молодые. Они попросили поваров разогреть им. На что те стали смеяться. – Кто же окрошку греет? – Какую ещё окрошку? – вопросом на вопрос ответили они. Так первый раз в жизни они познакомились с русской окрошкой. Теперь, когда Катя почувствовала себя после трудной поездки хорошо, ей захотелось гулять по этим диким краям. Старинные деревянные домики со ставнями смешили её. Часто им встречались колодцы, журавли или колодцы-вертушки. Такое она видела только в гостях у сказки. Молодых очень удивлял тот факт, что в начале 21 века люди живут, как в средневековье. На Кавказе они такого не видели нигде. Там даже в сёлах и в посёлках есть цивильные квартиры со всеми удобствами, прекрасные дороги. Как так получается? Это не могло не удивлять. Река Бетюк их просто поразила своей чистотой. На дне были видны ракушки, как на море. Малюсенькие рыбки-мальки плавали у бережка, как в аквариуме. Проходя по улицам, они подбирали яблоки, упавшие с яблонь. Выходили хозяева и предлагали зайти ещё во двор и пособирать там яблоки, так как пропадают. Время шло, и им предстояло найти себе жильё. Но у кого они не спрашивали, никто не сдаёт. Приближался вечер, а жильё так и не найдено. Они решили ещё раз сходить на берег реки и там, преклонив колени, попросить Бога помочь им найти домик, в котором можно было бы жить. После молитвы они пошли вдоль улицы, спрашивая у бабушек, которые сидели на лавочке, кто бы им сдал домик на время. Те посоветовали обратиться к одной пожилой женщине, у которой заболела сестра несколько лет назад, и она забрала её к себе. А дом пустует. Может, она пустит вас в дом своей сестры? Попросите её, посоветовали доброй женщине. Постучав в указанную дверь, вышла хозяйка. После разговора она согласилась пустить их на квартиру в домик сестры. Оказалось, что это низенький домик из двух маленьких комнатушек находится прямо напротив реки Битюк. Домик весь утопал в зелени. Множество плодовых деревьев, множество разных кустарников, малина, смородина, кружовник – всё в изобилии. «Этим всем можете пользоваться», – сказала хозяйка. «У меня всё этого достаточно». Катя даже не ожидала, как пробудился в ней аппетит к витаминам. Набрасываясь то на ягоды, то на фрукты, она никак не могла этим наесться. Домик был очень старенький и сырой. Почему-то летом в жару в нём было прохладно. Там была очень старая мебель, железная кровать, шифонер, столы, стулья. Впрочем, всё, что им нужно, всё есть. Видно было, что в этом доме уже много лет никто не живёт. Самовязанные старые сырые половики издавали ужасный запах. Пришлось вынести их на улицу просушить. В доме срочно нужно было наводить порядок. Но молодожёны несказанно радовались тому, что они не остались под открытым небом. Наведя там полный порядок, помыв полы и окна, они сходили к земляку, забрали свои сумки. Их дом, который они нашли, ничем не отличался от других домов. Осталось только удивляться, как бедно в этом месте живут люди. Первая ночь в чужом доме была очень беспокойной. Всё время казалось, что по дому кто-то ходит. Не раз Катя просыпалась от какого-то топота. Она будила Колю. «Здесь кто-то ходит», — со страхом говорила она. Встав, включив свет, они увидели, как здоровые толстые крысы, возмущённые тем, что их жильё потревожили незваные гости, спокойно передвигаются от комнаты в комнату. Первый раз в жизни, увидев страшных крыс, Катя завизжала так, что напугала законных жильцов этого домика. Они вмиг разбежались по своим норкам. С этого момента Катя, если и засыпала, то ей постоянно снились кошмары, от которых она просыпалась. Коль уже это ни грамма не тревожило. Он сказал, что это всё мелочи жизни, на которые не стоит обрещать внимание. Жизни бывает и пострашнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok